Если не сложно, ответь на вопрос, как ты относишься к русским и как ты считаешь, что будет дальше в отношении, когда Кадыров отойдет. Это они его назвали съезд народа Чеченской Республики, но в историю он войдет как съезд предателей чеченского народа. Любого, кто там присутствовал, можете взять отдельно, это предатели чеченского народа. Я, кстати... Вчера чеченцы Ауха записали обращение к руководству Дагестана, к Сергею Меликову, в связи с предпринятой попыткой раздачи земель в селении Гамьях, местной администрации. И вот сообщается, что после вмешательства, и это некая такая чеченская организация, организация чеченских, ауховских чеченцев, как только они, значит, эту тему узнали об этом, как-то вмешались, там, вообще начали к кому-то обращаться, записали это обращение, и, в общем, удалось вроде как приостановить этот процесс, раздача этих земель. И они, значит, обращаются к Меликову с требованием, чтобы, в принципе, до восстановления Ауховского района вообще никакие земли там не выдавались. Почему вообще эта тема важна? Она очень важна для ауховских чеченцев. Так как есть решение, еще начало там, конца 80-х, начало 90-х, о том, что Ауховский район должен быть восстановлен. И с тех пор это решение не исполняется. Поэтому, когда вместо того, чтобы идти к выполнению этого решения, когда начинается еще раздача каких-то земель в рамках там каких-то районов, образованных на землях ауховских, то это понятно, что это не в том направлении двигается эта власть, понимаете? Поэтому чеченцы, естественно, это очень сильно держат этот вопрос на пульсе. И когда что-то такое происходит, они моментально реагируют. И здесь очень важно освещать подобное. То есть эти ко мне несколько сегодня человек из-за уха обращались, скидывали это, потому что им как раз не хватает резонанса вокруг этой истории. То есть там пытаются местные какие-то там чиновники, пытаются по-тихому эти вопросы решить для себя, раздать там земли. И если это не озвучивается, если не происходит какого-то резонанса вокруг этой истории, то им это, конечно же, удается. Поэтому для ауховских чеченцев очень важно, чтобы эту тему озвучивали, в этом им как-то помогали. Поэтому, в общем, я делаю то, что в моих силах. И если кто-то также может им в этом вопросе помогать, то я призываю это делать. И вот смотрите, я уже вижу комментарии по поводу там братья, не братья. Здесь вопрос вообще не лежит в этой плоскости. Кто там братья, кто не братья. Все мусульмане братья, тем более дагестанцы, которые, дагестанцы и чеченцы, в бок о бок живущие столько лет, разумеется, являются братьями. Здесь вопрос власти. Понимаете, не могут вопрос вот этого ауховского района, его не могут решить братья. Потому что братья не являются властью на этих землях. Братья не решают этого. Это должна решить власть. И поэтому эти чеченцы ауховские, они очень правильно обращаются именно к этой власти. Они говорят, посмотрите, вот есть решение суда, в соответствии с которым должно быть, точнее, это даже не суда решение, постановление какого-то правительства, не суда. Так вот, в соответствии с этим законом должен быть восстановлен ауховский район. И они требуют исполнения этого закона. И требуют они это, естественно, у власти. Они абсолютно правильно обращаются. И сюда не нужно вообще вот эту тему примешивать. Кто с кем, братья. Понятно, что все братья. Никаких вопросов друг к другу у нас быть не должно. Но у всех у нас должны быть вопросы к власти. К той власти, которая не исполняет это решение. Не важно она. Будет она в Дагестане, будет она в Чечне, где бы она ни была. К ней нужно обращаться и требовать, чтобы она исполнила это решение. Как ты думаешь, будет ли всеобщая мобилизация? Я не знаю. Если мы говорим именно о таком юридическом объявлении этой всеобщей мобилизации, то если у России будет такая необходимость, то, конечно, это будет. Будет ли у нее необходимость, мы не знаем. Но от того, что она, знаете, всеобщей такой не объявлена, от того, что там нет какого-то конкретного приказа, это ведь ничего не отменяет. Даже если они формально объявят ее или объявили там частично, или вообще ее не объявляли, мы же понимаем, что это не удержит российские власти от того, чтобы в практике ее не применить. Я вообще очень часто сталкиваюсь с таким явлением, когда о России говорят как о таком правовом государстве, как будто бы при отсутствии какого-то законодательного акта там не будут предпринимать действия, противоречащие этому законодательному акту. Понятно, что и Путин, и власть российская, она в целом играет в это правовое государство. Им самим это нравится. Какие-то законы принимать, все якобы делать в соответствии с законом, это им в принципе нравится, они в это играют, мы это понимаем. Но когда им нужно что-то сделать, они не смотрят никогда на то, что у них там где-то нет закона. И никогда не было вообще такого, я не знаю, такого прецедента, чтобы, например, они что-то захотели сделать, потом они это, например, попытались сделать или сделали, и там кто-то, значит, это обжаловал, и в суде, например, сказали бы, а нет, вы это не имеете, не имели на это права, поэтому, значит, это отыграли. Ну, это вообще абсурд, когда власти что-то нужно именно российской, кого-то отправить там, поголовно кого-то на фронт отправить. Ну, представьте себе, что там придут, допустим, захотят кого-то, скажем, в каком-нибудь регионе мобилизировать мужчин и им скажут, а нет, вот такого, значит, правового акта не существует, и они таки скажут, а, извините, мы тогда не будем мобилизировать, но такого же не будет. Поэтому я не особо слежу за вот этим, знаете, объявят там они или не объявят. Я прекрасно понимаю, что при необходимости они просто закинут всех в машины и отправят на фронт. Пока у них такой необходимости нет, ну, судя по тому, как сейчас у них на фронте дела обстоят. Но если им нужно будет это сделать, нет никаких сомнений, что они сделают. Так, Саламу Алейкум, скажи, пожалуйста, как чеченцы, и в частности ты, относитесь к татарам, учитывая, что в 90-е Татарстан и Чечня хотели независимости, но Татарстан сразу дал заднюю и оставил Чечню одну. Ну, алейкум ассалам, мы прекрасно относимся к, и мы в целом, и я в частности, прекрасно относимся к татарам. То, что Татарстан, как государственное образование, в своей декларации о суверенитете обозначили себя, как независимое государство, не входящее в состав РСФСР, а затем в результате того, что они увидели, как то, что Россия делает, на тот момент делала с Чечнёй, и решили договориться. Ну, это было решение той власти в Татарстане, которая была на тот момент. И я думаю, что, ну, не мне, наверное, это комментировать, я думаю, сами татары разберутся в этих вопросах. А в целом, у нас к татарам отношение очень хорошее. Если не сложно, ответь на вопрос, как ты относишься к русским, и как ты считаешь, что будет дальше в отношении, когда Кадыров отойдёт? Так, как я отношусь к русским? Как к любым обычным людям? К хорошим русским отношусь хорошо, к плохим русским отношусь плохо. А что будет, когда уйдёт Кадыров? Я не знаю, это всё зависит от формата, что ты имеешь в виду, уйдёт Кадыров. И понимаете, одно дело, когда уйдёт человек, мы все смертны, рано или поздно умрёт и Путин, ему уже 71. Ну, так в целом, в историческом отрезке ему осталось вообще немного. Уйдёт и Кадыров. Но, если сама система осталась, просто если эти имена поменяются, то в целом у нас ничего не изменится. А другое дело, если у нас сам формат изменится, если система изменится, то это другое дело. Что вы думаете о будущем оппозиции после Навального? Не знаю, ребят, я сам наблюдаю, будем смотреть. Я не умею делать прогнозы, точнее, я не люблю это делать. Давайте будем просто наблюдать и по ходу анализировать то, что происходит. Обратись к лидерам мусульманских республик, чтобы хоть слово сказали за Палестину. Я не думаю, что от того, что я к ним обращусь, они слово скажут. И я, более того, не думаю, что от того, что они это слово скажут, что-то там изменится в вопросах Палестины. Ты же имеешь в виду мусульманские республики, находящиеся сегодня под оккупацией России. А там и власть тоже находится, российская. И от того, что они, эти российские чиновники, что-то там скажут, от этого, ну, что изменится? Полегчает от этого, вы думаете, палестинцам. Он сам Путин выражает поддержку Палестине. От этого, что легче становится палестинцам? Это все всего лишь слова. От них ничего не изменится. Что мешает объединиться всем чеченцам в Европе? Смотрите. Чеченцы в Европе это не какой-то отдельный вид чеченцев. Нам мешает объединиться ровно то же самое, что мешает объединиться всем чеченцам. И в Европе, и в Чечне, и в Соединенных Штатах Америки. где бы мы не были. Поэтому, ну, если, если вы думаете, что вот в Европе есть, допустим, там, чеченцы, и они будут, там, должны будут отдельно объединиться, ну, а что должно? То есть, какая есть для этого предпосылка, что именно вот чеченцы отдельно Европой объединятся? Ну, конечно, такого не будет. Мы, между нами будут противоречия. Где бы мы не были, будь мы дома, между нами будет противоречия. противоречия. Вся проблема в том, чтобы мы умели эти противоречия не доводить до кровопролития. А так, то, что они есть, и они будут, это надо принять. С этим смириться. Никогда не будет вот этого, все там вместе возьмемся за руки, обнимемся. Ну, не будет такого. Никогда не было, и не будет. У нас такой пик, такого прям народного единства, консолидации, он у нас был в 90-м году, помните, съезд чеченского народа? Вот это вот был пик. Вот если бы была сейчас графика, то вот 90-й год, этот съезд, то это вот, вот он был бы пик, и дальше после этого стабильно идет, эта графика идет вниз. И она уже, ну, никогда она, наверное, на этот, вот этот вот пик, уже не достигнет этого пика. То есть, она вот как начала, уже с того момента, прямо вот с 90-го года, как мы только эту декларацию приняли, после этого она сразу начала опускаться. Уже все, в 91-м году, те, кто были на этом, были едины во время этого съезда, уже они разругались, появился ОКЧН, там, дальше события, да, мы знаем. Потом, те, кто были в едином ОКЧН, тоже разругались, там, кризис, политический парламент, Джохаром против, там, Гантамиров, который был в команде, стал против оппозиции, на Теречном районе, там, короче, вот это вот все, что было, это все вот, уходящее вниз, шкала этого графика, и она, она будет, там, может быть, чуть-чуть где-то будет, там, знаете, попытки, здесь что-то там сели, за стол переговоров, раз, чуть-чуть там, потом обратно пошла вниз, то есть, это надо просто принять, никогда больше мы вот этого вот уже уровня, скорее всего, не достигнем, по крайней мере, в обозримом будущем. Самое важное, чтобы это, чтобы мы это приняли, и уже как данность, как бы, имея эту, эту информацию, что так будет, мы просто дальше понимали, что не нужно теперь из-за этого сильно страдать, и выводить это, как, доводить это до какого-то там, рукоприкладства, чтобы на уровне дебат, споров, общений, эти вопросы, чтобы они, пусть они вот так вот живут, они есть, пусть так и живут, но без кровопролития. Абвамар, ас-саляму алейкум, Тумсо, как считаешь, брат, оказавшись на месте Ахмеда Дудаева или Чингиза Ахмадова, ты бы лучше справился со своими обязанностями пропаганды. Абвамар, ас-саляму араматуллах, я бы не хотел представлять этого, да убережет нас и Вышний Аллах, я не знаю, хорошо, что я не на их месте, я так скажу, хорошо, что я не на их месте, Машаллах, я бы очень не хотел быть на их месте, а ведь, понимаете, окажись, допустим, то есть, не исключено, что вот это вот искушение, которому подвергает тебя Иблис, оказавшись в ситуации этого искушения, ты можешь не устоять перед ним, и если бы Аллах меня не помиловал, не наслал бы на меня эти испытания, в результате этих испытаний, если бы мне не пришлось выехать, то есть, Аллах избрал на меня эту судьбу, и в результате этого я сегодня на этой стороне, но испытай меня, допустим, Всевышний Аллах так же, как их, испытанием, искушением, а это самое страшное испытание, мы знаем, что даджаль будет, испытание даджалем, это испытание искушением, и это то, о чем говорил пророк в основном, что нужно, если вы услышите, что он есть, бегите, то есть, искушение, это очень опасная вещь, и вот, если бы я был испытан искушением, стать, допустим, кадыровским, там, чиновником, кем-то, то, в Аллаху Аллаху, мы же не знаем, наши сердца, сердца людей, это очень такая слабая вещь, я не хочу этого испытания, понимаете, я не хочу, можно бить себя в грудь, говорить, я бы никогда там, и так далее, но, хвала Аллаху, который не испытал меня этим искушением, потому что, я бы, я бы не хотел, вообще, даже мысли не хочу допускать, каким бы я там был, был бы хорошим, бы я там был, это настолько противно, настолько, я вот смотрю на этот съезд, кстати, забыл про этот съезд, сегодня поговорить, съезд предателей чеченского народа, который они провели, вчера, вчера, да, я вот смотрю на эти лица, всех присутствующих, вроде бы все, ну, при бабках, такие, все, такие, парадно одетые, у них там есть возможности, все, но настолько все мерзкие, любого берешь, и у каждого из них, кто-то, кто-то прям мерзкое, там, предательство совершил, кто-то просто, лизоблюд, омерзительный, каждый оратор, выходящий на эту, трибуну, вынужден оттуда вылизывать Кадырова, прям стоит и в лицо его вылизывает, и вы представляете, оказавшись в этой тусовке, они ведь тоже наверняка не, ну, не родились такими, они ведь тоже, наверное, изначально с этого всего смеялись, тоже думали, что они никогда это их не постигнет, но, когда они оказались в этом искушении, внырнули туда, а там уже все, нельзя чуть-чуть, понимаете, там с головой надо уходить, и вот они, каждый из них выходит, и заученную эту мантру, там, Ахмад Хаджи, да лазур, обалдуйл, да гервой, и это настолько мерзко, противно, поэтому хвала Аллаху, который уберег нас от того, чтобы быть испытанным, от того, чтобы оказаться в числе этих людей, находившихся в этой, на этом съезде, предателей чеченского народа, это они его назвали, съезд народа, чеченской республики, но в историю он войдет, как съезд предателей чеченского народа, любого, кто там присутствовал, можете взять отдельно, это предатели чеченского народа, я, кстати, посмотрел там, рандомно этих людей, забивал на сайт чечен трейтерс, базу данных предателей, практически, ну, всех, кого я забил, из присутствующих, все они там, в этой базе были, они, они вот так и останутся в истории, предателями чеченского народа. Субтитры создавал DimaTorzok